Всем доброго времени суток, друзья! Сегодня расклад, который будет называться Отношения с невесткой. И в этом раскладе для определенного человека будут даваться советы. То есть расклад это личный, это не общий расклад. Поэтому кому интересно, вы можете, конечно, смотреть. Но проецировать на себя в полной мере данную ситуацию, конечно, было бы нелогично. Итак, сегодня мы будем смотреть для заказчицы расклада, каким образом ей нужно выстраивать разговор с невесткой, как это будет благоприятно для отношений, какие чувства невестки демонстрировать, Каковы намерения невестки в отношении вас и как можно охарактеризовать ее отношения к вам в общем? Следующий вопрос это, что может отталкивать ее от вас и что провоцирует на отдаление в этих отношениях? А что может налаживать эти отношения? Чего невестка ждет от вас? Может быть, она видит в вас какую-то скрытую угрозу, например. Чего нельзя делать в адрес невестки в обозначенный период времени? Мы его возьмем как три недели, потому что у вас сейчас происходят определенные события, которые мы рассматриваем. Можно ли до отъезда задуманных людей побывать в квартире? И стоит ли говорить об этом с невесткой? То есть вот каковы возможности? Как быть, чтобы попасть туда, куда вы собираетесь попасть? Совет карт в отношении вашей невестки сегодня вам. И предостережение в этой ситуации именно по поводу общения с невесткой для того, чтобы попасть в то помещение, в которое вы собираетесь попасть. Первое, что мы смотрим, это каким образом в принципе вам нужно общаться с невесткой и как с ней разговаривать, а какие чувства выражать. Ну вот смотрите, здесь в принципе ложатся нормальные абсолютно карты, которые говорят о том, что вам нужно разговаривать с ней по делу. То есть не допускать, я буду вещи называть своими именами, словесного поноса, который просто что-то говорить и непонятно о чем говорить. Нет, вы должны с ней говорить по делу, это не значит, что о каких-то абсолютно обчужденных вещах. Нет, но вы с ней можете говорить конкретно на какие-то темы. То есть даже если вы ходили в парк, покормили уточек, были на пруду, все было прекрасно. Вы можете конкретно, не перескакивая с темы на тему, говорить о том, о чем вы начали говорить. Иными словами, разговор должен быть выстроен для того, чтобы она понимала вас в том плане, что вы хотите ей сказать. И здесь вам нужно, конечно, переоценить свое отношение и, может быть, какие-то свои обиды в ее сторону, какие-то, может быть, колкости. То есть здесь вы можете затрагивать колки и темы какие-то, но не слишком жестко. То есть в данном случае с этим человеком, с невесткой, вы можете разговаривать, вы, может быть, даже можете обсуждать какие-то животрепещущие темы или темы, которые не слишком даже, может быть, приятны для вас. Но при этом вы не должны забывать, что все, что у вас в голове есть, говорить ей не обязательно. Вы должны понимать, что говорить надо, а что нет. И обнажать всю свою душу тоже не стоит. Вы должны говорить четко, по делу. Вы должны перед тем, как разговаривать, понимать, о чем вы сейчас будете разговаривать. То есть перед тем, как говорить, мы убеждаемся, что наш язык подключен к мозгу, а потом мы уже начинаем говорить. Потому что иногда какая-то сумбурная речь, иногда какие-то потоки наши эмоциональные, которые мы воспроизводим в звуковом варианте, они мешают людям понимать того, что конкретно мы хотим. И когда человек нас не понимает, он начинает избегать общения с нами и отдаляться, потому что ему просто сложно. И в данном случае, если вы будете планировать разговор, хотя бы для себя, хотя бы то, что, ну, естественно, вы не можете спланировать за другого человека. Но если вы будете планировать то, на какую тему вы собираетесь разговаривать, то можно вполне разговаривать. Что касается ваших чувств и эмоций, то есть что вы можете выражать. Во-первых, эмоциональная нагрузка должна говорить о том, что в первую очередь вы это старшее поколение. Но не в том смысле, что ты, я старший, ты обязана меня уважать. Нет, в том плане, что вы как более мудрая, что вы как более опытная, что вы как человек, который старше. Понимаете многое. И что вы всегда можете быть опорой. Она должна понимать, что она может обращаться к вам с какими-то своими, может быть, переживаниями, с какими-то темами просто для разговора. То есть вы ей должны объяснить и иметь свою эмоциональную нагрузку как старший, более мудрый человек. Если вы будете стараться дурачиться, говорить через хихи и ха-ха, она вас просто не будет уважать. В то же время не надо ее гнобить и пытаться все время навязывать ей то, что вы старше и что вы опытный, что вы мудрый и прочее. Вы должны достаточно независимо, не заискивая общаться с ней, давая понять, что вы человек взрослый, что вы человек самодостаточный. Но вы желаете прежде всего счастья своему сыну, своему ребенку. И соответственно вы готовы общаться, готовы в случае необходимости дать какой-то совет ей. Нуждается она или нет в совете, это уже другой вопрос. То есть насильно, конечно, советы давать не надо. Но она должна понимать, что если ей что-то хочется спросить, она может у вас, как у старшей, спросить, и вы не будете против, и вы ответите на этот вопрос. Что касается в принципе сейчас намерений, ну намерения есть такие, которые называются отъездом. То есть здесь ложится у нас колесница, карта говорит о том, что она собирается уезжать и переезжать, и уезжать, так можем это назвать. И это будет какая-то тайного характера поездка, о которой вам она не собирается особо рассказывать. Возможно, они едут за границу, вполне возможно, или как минимум в другой город. То есть это не в масштабах города передвижение. Мы можем сказать, что на сегодняшний день отношение невестки к вам хитрое. Это желание как можно сильнее отдалиться. Это манипулирование, манипулирование королем. И желание увести его подальше для того, чтобы, скажем так, чувствовать себя важной, чувствовать себя главной. Поэтому при таких обстоятельствах обычно вам нужно давать ей понять, что вы не собираетесь с ней за что-то конкурировать. Потому что вы обе дороги вашему сыну, и вы дороги ему по-разному. Если бы вы дороги были абсолютно одинаковы, это было бы странно, это было бы отклонением, скажем честно. Поэтому вы просто должны объяснять ей и стараться своим поведением объяснять, что вы уравновешены, что вы не конкуренты. Вы просто разные люди, дорогие одному и тому же человеку, и это вас действительно связывает. Но могу сказать, что, конечно, девушка хитрая достаточно. Могу сказать, что девушка мало того, что манипулирует, так еще и у нее это неплохо получается. То есть ее действия дают результат. Однако в конечном итоге, вот видите, для создания своего дома и своей семьи она готова на все. Она готова его увести, перевести, манипулировать им как угодно. Но, тем не менее, с вами она может находить общий язык, если вы не будете затрагивать ее чувство собственного достоинства. Если вы не будете, с одной стороны, заискивать, а с другой стороны, не будете вести себя как старшая такая вот и отстраненная Матрона и давить ее. То есть, когда она поймет, что она свободна, но вы в то же время всегда готовы к открытии двери вашего дома, она будет менее настороженной в общении с вами. Что ее может отталкивать от вас, а что поможет ей найти общий язык? Ну, вы знаете, в принципе, здесь можно сказать, что такое есть ощущение, что они, в частности, она, невестка, ждет, возможно, оформления каких-то документов. Возможно, она ждет каких-то новостей с вашей стороны. И ее будет отталкивать в общении конфликт, который связан с документами какими-то. Я не знаю, не надо меня спрашивать, какие документы. Я не занимаюсь документами вашей семьи, я просто вижу, что документы есть. Какого характера лучше знать вам? Документы, которые могут у вас вызывать состояние агрессии, внутренние конфликты, недовольства. И этот конфликт, он уже имеется. Эти документы, они как бы уже в процессе. То есть, это не будущее, то, что вы еще не знаете. Это то, что есть на сегодняшний день уже. И в данном случае, как мы видим, ее будет отталкивать желание конфликтовать по поводу данных документов и какие-то новости. То есть, вообще, вот эти разговоры пока что в ближайшие недели 3 ее будут настораживать и напрягать. В то же время, может быть, какие-то бытовые абсолютно темы, какие-то пустячные, может быть, новости и мелочи, которые вы можете забрать и которые вы окончательно решили для себя, что вы можете взять себе, вы можете обсудить. При этом не затрагивая каких-то глобальных тем. Во-первых, решите то, что вам надо. Четко поймите, что вы хотите взять. И конкретно эти вещи просто заберите. Вам главное попасть туда. Она ждет от вас, что вы, собственно, попробуете действительно нанести какого бы то ни было рода убыток. При этом она считает, что, возможно, вы тот человек, которому придется помогать. Но она скорее склонна брать, чем отдавать. Чем она и пользуется. Поэтому здесь вам нужно держать нормальный, абсолютный, железный баланс, когда вы должны понимать, что вы готовы отдавать, что вы не готовы отдавать. Ну и, соответственно, этому выстраивать линию поведения. Чего вам делать нельзя. И насколько получится побывать в помещении, которое вы задумали до отъезда. Вы знаете, вообще ситуация складывается так, что ни в коем случае вам нельзя сейчас разговаривать очень эмоционально. И, опять же, эта карта, я плохо помню расклады, и поэтому не отвечаю никогда на вопросы по раскладам, которые уже прошли. Но иногда, когда человек постоянно заказывает расклады, а это ваш случай, я отдельные моменты могу запоминать. Или во время выкладки расклада очередного у меня всплывает в памяти какая-либо позиция. Здесь я вспоминаю, что у вас лежал уже туз кубков в отрицательной позиции, и карта предупреждала от излишнего проявления эмоций. То есть, это не тот случай, когда вы можете разговаривать на эмоциях. Это не тот случай, когда ваши эмоции будут снисходительно восприниматься. Это тот случай, когда эмоции будут только раздражать. Ну, вообще, конечно, что касается, стоит ли говорить о том, чтобы вы могли побывать в помещении, здесь можно переговорить по теме, скажем так, но при этом не продавливать. И здесь нужно держать курс, который будет говорить не о том, что вам нужно что-то забрать, а о том, что вам было бы приятно, и вы в данном случае будто бы просите понимания, что вы просите уважения к памяти о человеке. И я думаю, что нормальный здравомыслящий человек, когда он понимает, что вопрос связан действительно с памятью, действительно с какими-то вещами, которые, ну, просто по долгу чести необходимо предоставить, то нормальный человек пойдет навстречу. Данная ситуация еще не предрешена, и, скорее всего, у вас просто возникнут сложности в принципе с тем, чтобы поговорить, потому что, наверное, невестка не очень захочет разговаривать на эту тему, или будет прикидываться шлангом, то есть делать вид, что она не очень хорошо понимает, о чем вы говорите, или не очень хорошо вообще вас слышит, и резко заболела, вставив в ухо сломанный слуховой аппарат. Поэтому нужно попытаться поговорить, но спокойно, без слез, без каких-то прошений унизительных, а именно просто с точки зрения благородства, что было бы приятно и было бы хорошо и в честь памяти человека вот таким образом сделать. То есть, в принципе, вы здесь можете немножечко поинтриговать, выразить симпатию, похвалить за что-то ее, и, скажем так, в данном случае, после того, как вы похвалите, у девушки может быть какая-то большая симпатия в ответ, и вы сможете таким образом переломить ситуацию. Однако, и поехать все-таки, да, вот в то место, где был бывший мужчина, которого больше нет. Но для этого нужно играть. Если вы будете заявлять честно, требовать, плакать, у вас ничего не получится. А вот если вы выразите какую-то свою симпатию ей и скажете, что я бы хотела проститься, там, и прочее с этим помещением, то тогда у вас есть шанс. Но, опять же, все будет зависеть от вашего поведения, насколько уверенно будете действовать вы. Причем уверенности, четкие, продуманные действия не означают никакого скандала, никакой настойчивости излишней и никаких упрашиваний унизительных. То есть, если получится туда попасть, опять же, совет карт. Берите то, что вы хотите взять. Просто берите молча и не спрашивайте, можно или нет. Это ваше право. Следующая карта, это советы предостережения в данной ситуации. Предостережение от излишнего доверия. То есть, не нужно открывать, как я уже говорила, всю свою душу. Нужно быть достаточно сдержанной, но при этом не холодной. И нужно быть внутренне настороженной, но внешне этого не показывать. И что касается совета, карты говорят, что лучше выждать. То есть, не факт, что сейчас очень благоприятное время для того, чтобы попасть туда. Лучше выждать, и тогда вы можете получить больше и честнее. То есть, если сейчас и пытаться попасть, то сейчас, в настоящий момент, с помощью игры, с помощью, может быть, ну, меньшей эмоциональности. А спустя какой-то период, то есть, через те же 3-4 недели, то есть, это где-то после 14 февраля будет. Вот тогда уже можно честно, например, прийти с каким-то подарком или поступить как-то по-другому, проявив инициативу. И тогда вы получите то, что вы хотите. Опять же, я рекомендую данный расклад, он достаточно полным получился, пересматривать еще один-два раза. Не задавать мне по поводу этого расклада вопросы, потому что я не знаю, какие документы конкретно. Вы сами понимаете, что когда вы меня спрашиваете, во-первых, я уже забываю расклад в этот момент. Во-вторых, если вы хотите конкретно знать, что за документы, тогда это нужно смотреть отдельным раскладом. И смотреть, то ли это наследство, то ли это оформление, допустим, земли, то ли это еще что-то. Поэтому, ну вот все, что я говорю в раскладе, это максимум, что я могу сказать по данной ситуации. Самое важное при этом уметь не только слушать, но и слышать. Поэтому я и говорю о том, чтобы те, кто заказывают расклады, пересматривали их неоднократно. Потому что это помогает не только послушать, но еще и услышать. А я желаю вам удачи, до встречи, до свидания, всего доброго.